Дружба длиною в пять лет. Рустам Кумышев и Амед Акимов каждое утро вместе идут в школу, вечером со школы. Однако после учебы хочется поиграть на детской площадке. Такой возможности в микрорайоне Мерхамед не было. Мы вместе у меня во дворе встречались и играли в футбол. У меня во дворе есть турник, и мы все время там бегали. Единственное радостное событие за год – строительство детской площадки, говорят местные жители. Вот эта дорога, по которой я хожу с внуками со своими пяти и трех лет. Каждый день мы ходим к моему дому. Они живут не здесь, но часто приходят к бабушке. И каждый раз я показывала на этот пустырь пальцем и говорила «Баллард, скоро здесь будет детская площадка». Строится детская площадка благодаря выигранному конкурсу «Двор лучшего благоустройства». Работы разделены на три этапа. Сейчас проходит второй. Несмотря на пасмурную погоду и ветер, строители не прекращают работать. Уже поставили вот такой забор. Подготавливают все необходимое для установки детской площадки. А вот напротив местные жители на свои личные средства планируют обустроить спортивную площадку. Сам конкурс проводится с 2016 года в рамках ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления». И ежегодно проводится в двух номинациях «Двор лучшего благоустройства» и «Лучшая благоустроенная территория». «В плане мы на следующий год хотим опять подключиться снова в этот конкурс, чтобы еще одну площадку выиграть. Потому что у нас территория большая. Например, дети, которые близ Ливадии и рынка, им трудно будет сюда далеко ходить». По результатам конкурса пять победителей. Всего в Симферополе 77 ТОСов. Всего с 2016 года было установлено 15 таких детских площадок. Пять детских площадок. Мы планируем не позднее 20 декабря этого года установить завершение работы по установке во дворах победителя этого года. Конкурс следующего года уже объявлен. Заявки принимаются до 20 января.